Поиски входа в рудник немножко затянулись И надо сказать, что место очень обывало опасное Здесь давно уже начала обрушаться порода Очень много завалов Остались артефакты еще с тех самых времен, когда эти рудники разрабатывались В предыдущей серии мы побывали в заброшенных выработках одного из крупнейших в мире гипсовых рудников А на лайв-канале смотрите видео о спуске с альп-снаряжением в карстовый провал, который нам чуть не стоил жизни Сейчас мы отправимся еще в один рудник, заброшенный уже более 60 лет И благодаря своей труднодоступности он сохранил множество интересных артефактов из прошлого Но прежде чем я начну свой рассказ, я хочу представить вниманию любопытный, прежде всего мне самому, канал Аноун Раша Мы можем просто не замечать выходящие за границы наших представлений об окружающем мире Но если все увиденное окажется странным То ли пустым, то ли преисполненным некой жизнью Говорят, хорошо там, где нас нет И автор канала путешествует по малонаселенным и брошенным местам Кто-то строил все это, кто-то забросил А автор канала Аноун Раша просто приходит туда и делится со зрителями своим взглядом на увиденное Ссылка, как обычно, в описании под видео Всем привет, дорогие зрители Мы подъехали на следующую нашу точку Это очередной гипсовый рудник в Китерстане И опять же он находится в офигительно красивом месте Единственная проблема, что рудник находится где-то ближе к берегу И сейчас надо думать, как преодолеть почти отвесный спуск Поиски входа в рудник немножко затянулись Сзади отвесный склон Впереди тоже отвесный склон И пока ни малейшего намека на вход в рудник Причем, судя по нашим данным, он должен быть расположен где-то как раз чуть ли не посреди вот такого вот склона Наши приключения продолжаются на живописливом берегу Волги И тут сейчас надо будет, чтобы добраться до цели Перебираться по породе, образовавшейся после обвала Место красивейшее Наконец-то мы добрались до родника Вот он портал И что интересно, да, здесь были скорее всего сделаны рельсы И скорее всего был сделан какой-то причал, который сейчас уже не существует Поскольку рудник прямо на берегу реки На берегу Волги Так выглядит эта конструкция Усиленная под шпалы, под проложенную здесь узкоколейку Уже сразу от портала в руднике идет несколько штолен Несколько выработок и надо сказать, что место очень обывало опасное Буквально за те пять минут, которые мы сидели, мы слышали, как упало несколько камней В этих рудниках с начала 20 века велась разработка гипса Рудники работали до начала 60-х годов И считается, что вот именно эти рудники являются уникальным памятником горного дела Об истории разработки гипсовых месторождений на берегах Камского устья мы подробно рассказывали в предыдущем видео Посмотреть его можно, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана История Сюкеевского рудника насчитывает всего 60 лет и ведет свой отсчет с самого начала 20 века Гипсы в Татарской республике встречаются то в виде крупных пластовых залежей, то в виде относительно небольших гнезд Наибольшее, далеко не местное значение, имеют месторождения трех районов Камско-Устинского, Сюкеевского и Шуранского Так охарактеризовано это месторождение в сборнике работ 1927-1930 годов Геология и полезные ископаемые Татарской республики А в 1950 году профессор Ступишин в своем труде Сюкеевские пещеры Пишет, что гипс залегает в нижней части высокого берега в виде трех мощных пластов Разрабатывается Сюкеевским гипсовым рудником и артелью Волжский горняк В недрах Сюкеевских гор имеются разновидности гипса, окрашенные в различные цвета и мягкие тона Что придает им особую ценность Надо сказать, что и сейчас здесь ведется разработка гипса открытым способом В 2013 году запущен завод строительных материалов фирмы Фоника Гипс Завод расположен около села Сюкеево на юге района Гипс и известняк для производства добываются здесь же в карьере Поскольку эти рудники очень старые И разработка их прекратилась порядка 70 лет назад Здесь давно уже начала обрушаться порода Очень много завалов И скорее всего все элементы инфраструктуры здесь уже давно демонтированы и вывезены На потолке штрека хорошо видны слои обрушения И вся порода, находящаяся здесь под ногами, это как раз наглядный результат произошедших обвалов А вот они, куски породы, практически белоснежные Здесь мы встречаем остатки крепей Выработки очень просторной, шириной порядка 6 метров Здесь порода то ли складировалась к вывозу слоями Но на обрушение это не похоже Очень такое необычное и красивое место, где порода буквально вот сложена слоями Здесь сохранились остатки крепей Ось от вагонеток Конструкция крепей была выполнена таким образом, чтобы поддерживать потолок и не давать обрушиться породе Но у большинства из крепей верхняя часть уже, к сожалению, сгнила и обвалилась вниз Проход штольня А вот достаточно интересный момент На пересечении двух штолен сделана такая выемка в стене, которая поддерживалась тоже крепями Возможно это было связано либо для разворота вагонеток, хотя здесь странно места и так достаточно Но вот точно напротив этой выемки идет пересечение двух штолен А возможно здесь уже начали проводиться взрывные работы для проходки новой штольни Кстати, мое предположение насчет проходки этой штольни, начала проходки новой штольни Подтверждает наличие отверстий в породе, которые сверлились для закладки туда взрывчатых материалов Для того, чтобы соответственно при взрыве раскалывалась порода Ну и таким образом штольня проходится вглубь Естественно, штольня была электрифицирована Здесь можно видеть остатки изоляторов для электрической проводки Здесь не совсем характерный для этих штолен проем Он имеет арочную форму, большой высоты И там практически вся порода обрушилась Под ногами, кстати, здесь творится вот такая жесть Один из красивых перекрестков в этих рудниках Остались артефакты еще с тех самых времен, когда эти рудники разрабатывались То есть это 60-е годы Вон видно расколотые оси от коресных пар Остатки какого-то приводного механизма Я тут журнал нашла Сейчас посмотрим, что за журнал Ну что, посетители крысы Ага, слушай, ну вообще по идее такие вещи где-то рядом со входом Ну да, а сегодня какое число? Сегодня 19 августа А какое там последнее? Смотрю 28 июля Из Казани Самара Интересно, какие города еще полистай? Ну там в основном Казань Кто-то ютуб-канал Ижевск, Ижевск, Самара, Москва Чебоксар, Сыктывкар Запишемся? Да, конечно Так, сегодня 19-е 19-е 0-8 18-е Я запротоколирую этот торжественный момент Так, что там двое человек количество Так, время Вот выход Да хер знает Чего ты там написала? Да хер знает сколько времени Отлично Всем смотри Ну, кстати, система далеко не самая посещаемая Судя по небольшому количеству записей А вот остатки какого-то приводного механизма И всем 18-го года смотри Видать, журнал свежий Видимо, да Не, реально Так, а первая страница Ни в какая Не, с 17-го года Журнал год Считай Ну, видать, все равно за этот год Не слишком много посетителей было Не, ну как тут Табуны 10 человек Устали капец Всем добра и любви Отчего здесь уставать? Я такая Время до хер знает Время захода до хер знает Время выброски Все очень млоки У всех лав На русском, разумеется Еще немножечко местных артефактов Пройдя практически Большую часть, наверное, Штолина этого рудника Наконец-то увидел рельс Мало где они здесь сохранились А вот колеечка для вагонеток А вот тут мы подошли просто К убийственному месту Где гнездо летучих мышей Их тут десятки А может быть даже и сотни И собираются они Целыми группами О, супер Хочу, чтобы он крылья расправил Чего сонится Как ты определил, что это сонится? Я пичку вижу, вот еще Теперь надо, чтобы он отцепился Супер Ну, отцепляй Своего самца Мне кажется, что он чем-то болен Это, кстати, не очень хорошо Они и бешенство переносят А почему тебе так кажется, что он болен? Ну, в какой-то хрине Непонятно, что-то типа пыльцы Похоже на грибок Он даже не летает Он просто ползает Бедный А он там еще рой Вон, сзади тебя Рудник был закрыт В начале 1960-х годов После строительства Куйбышевского водохранилища Когда из-за поднявшегося уровня воды В Волге Штольни стала затапливать речной водой Какое-то время с этим пытались бороться И даже подняли на несколько десятков сантиметров Пути узкоколейки в припортальной части рудника Но вскоре было принято решение О прекращении разработок этого рудника Мы покидали выработки уже затемно Над Волгой взошла луна А нам еще предстоял нелегкий путь наверх По почти отвесному склону Этой серией мы завершаем рассказ О наших приключениях в Татарстане Но на лайв-канале выйдет еще одно видео О самой популярной в республике пещере Своего рода татарских сьянах Пишите в комментариях Какое впечатление на вас оставили рудники Татарстана И не забудьте поддержать этот ролик вашими лайками Всего вам самого наилучшего И до скорых встреч Почему самец? Писька есть, значит самец Я не знаю, что-то у него там разглядело А, оно прям видно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...